Родина, Россия отвернулась от своего народа. Человек остался на последнем месте. Воин-интернационалист. Он и на гражданке оставался бойцом. Отстаивая права дольщиков, участвовал в голодовке. Именно с её последствиями друзья связывают скоропостижный уход Игоря. По версии же врачей, он подавился пищей. Остались жена и двое маленьких детей. Ни дома, ни мужа, ни отца. В Питере обманутые дольщики тоже на грани. Тоже на этой неделе объявили голодовку. Пока короткую, предупредительную не поможет, начнут бессрочную и масштабную. Голодающие требуют предоставить квартиры за счёт городского бюджета. По их мнению, власти должны отвечать за противозаконные действия компаний-аферистов. Тем более, что строительный бизнес всегда тесно связан с чиновниками. А подчас и с чиновничьим беспределом. Именно так Максим Козик называет историю со старинным домом на Арбате. Эти стены помнит ещё Бунина. А подвал вообще Москву белокаменную. Кладка 18 века. Белокаменные блоки. Это то, из чего делалась Москва белокаменная. В то время уже этот материал истекал. Когда Наполеон захватил Москву, вся Москва горела. То есть верх сгорел, а это помещение осталось. Несколько лет назад Максим купил это подвальное помещение. Очистил стены и открыл ресторан. Уникальный кусочек Арбата стал ещё более ценным, учитывая, что напротив уже возвели новодельный торговый центр. Похожая участь ожидает теперь и дом номер 4. Здесь до сих пор многие живут. Он ветхий дом. Но как у нас один житель наш говорит, Кремль тоже ветхий. Это не означает, чтобы его сносить. Поэтому нужно принимать все меры, чтобы его сохранить. Это наследие наше. Но московские власти объявили здание аварийным и хотят снести, чтобы построить что-то своё. Только в названии Арбата остаётся старым. Оно будет выбиваться так же, как вот это вот здание выбивается из общего внешнего вида Арбата. Очень не хотелось бы допустить вот такую же ошибку, как вот здесь. И Максим, и многочисленные жильцы уникального дома пытаются его отстоять. Провели несколько независимых экспертиз. Они показали, что дом крепок и надёжен. Но, вопреки всему, власти предлагают собственникам съезжать. Максиму цинично заявили, что после перестройки он сможет вернуться и снова купить здесь помещение. Год судебных тяжб не помог в московских судах. Исправно признаётся правота московских же властей. Ни исторические уникальность здания, ни права его собственников в расчёт не принимаются. Сейчас судебная тяжба пошла уже по второму кругу. Нарушают 35-ю статью Конституции, которая гласит, что право частной собственности защищено законом. Фактически получается принудительное изъятие этого имущества. У собственника. Ещё одно уникальное место. Посёлок Речник в Крылатской пойме на берегу Москвы-реки. На днях сюда лично приехал Юрий Лужков и объявил его жителям. Посёлок будут сносить. Увиденное мэр назвал самозахватом и объявил с ним тотальную борьбу. Здесь жителей нет, здесь пользователей. Этот посёлок и любые другие незаконные строения в городе не имеют права на существование. В Жулебе на свою участь поняли и без объявления войны. Жители частных домов просто взяли в строительное кольцо и постепенно его сжимают. Вишнёвый сад, видом которого Анна Павлова до недавнего времени наслаждалась, теперь за железной стеной. Когда её уберут, сада точно не будет. Будет высотка. Мы, знаете, а мы ваш дом не тронем. Мы только поставим на ваших участках ещё два подъезда дословно. Её домик хоть и в деревне, но деревня Московская. У властей на неё свои виды. Эту землю предки Павловы получили ещё по царскому указу. Советская власть оставила им её в пожизненное наследование. Власть нынешняя норовит отобрать. Мы хуже индейцев. Над нами что хотят, то и делают. И это власть, которая говорит, что она самая демократичная. В Жулебе уверены, что они следующие после Бутова. Новости не оставляют сомнений. Если властям нужна чья-то собственность, забрать её предлог найдётся. А можно и без предлога. Все документы на новую квартиру в Люберцах у Альбины Ивановны на руках. Но глава администрации, по её словам, сам решил её туда не пускать. Требует деньги, которых у учительницы просто нет. Мы ваши квартиры закроем на ключ, если вы не доплатите. И пусть стоят. Я говорю, до какого времени, пока вы не сдохнете. Она купила квартиру на нулевом цикле, но в построенный дом не пустили. Альбина вроде бы и не обманутый дольщик, но теперь ходит на их акции. Они голодают, стоят с плакатами под окнами чиновников. Маленькие люди в большом городе большой страны незаметны её большим начальникам. Андрей Картавцев, Анна Аванда, Вячеслав Гуси, Олег Деркач, Олег Злобин. Программа «Неделя РЕН-ТВ». Сегодня ночью в Каннах в рамках 60-го юбилейного кинофестиваля была показана картина российского режиссёра Андрея Звягинцева «Изгнание». После просмотра зал аплодировал стоя и больше десяти минут. Вообще это редчайший случай. В конкурсной программе сразу два отечественных фильма. Это ещё и Александра, Александра Сокурова. Арифметический шанс на победу высок. Всего в программе 22 фильма, но и соперники очень серьёзные. Впрочем, в Канны, как известно, ездят не только кино посмотреть. Фестиваль – одно из крупнейших светских мероприятий года. Так что наш корреспондент Сергей Седов совместил прекрасное с роскошным. Он повидал мэтров не только кино, но и индустрии класса люкс, которые тоже привезли в Канны немало интересного. Праздник, которого ждали. Ради юбилейного 60-го Каннского кинофестиваля организаторы постарались на славу. Её славы хоть отбавляй. Здесь, на фестивале, в неё прыгают с головой. Это как прыжок с парашютом. Ты очень удивлён тем, что получилось. Таких столпотворений городок не видел давно. Миг 70-тысячный Канн вырос в четыре раза. Полица можно угадывать, кто подъехал к знаменитой красной дорожке по Ледо-фестиваль. Вот любимчик публики Джуд Лоу, а вот Ева Херцогова. Последний месяц беременности платье от Версачи плюс колье от Шопар обеспечивают всплеск интереса публики. Вот оно, то самое колье. Теперь в честь модели называется Ева. У других драгоценностей пока нет названий, только стоимость. Пять миллионов долларов. Совладелица ювелирного дома Шопар Каролин Гроссу Шефель согласилась показать нам коллекцию драгоценностей. 60 колье созданы для фестиваля. Их наденут самые знаменитые актрисы мира. На столе перед нами почти 2 миллиона долларов. Все драгоценности получат именно звезд, которые их надели. Таких колье 60, потому что Каннскому фестивалю 60. Это ведь такая дата. Мы себе ни в чем не отказывали, когда придумывали дизайн. Использовали все драгоценности, что нам доступны. Самое массовое из искусств кино доступно только на пляже. Это вечерний просмотр. На конкурсные показы можно попасть только со специальным приглашением. Дежурный вопрос сбоку от Каннской дорожки. У вас не найдется лишнего билетика? О нет, у нас нет билета. Мы специально приехали из Парижа, мы студенты. У нас нет денег на приглашение, к тому же все равно они не продаются. И вот редкое чудо. Композитор швейцарского фильма пожертвовал молодым киноманам билет. На показы не пускает без смокинга, а Пьер сегодня не в форме. Я первый раз на фестивале и не взял с собой смокинг. Видимо, теперь придется покупать. В этот маленький магазинчик за нужной формой одежды, точнее обуви, заходят самые большие люди. Вот портрет Сильвестра Сталлоне. Рядом могли бы висеть фотографии пары русских олигархов, но все в интересах клиента. Никаких имен, только цены. Вот эти ботинки из крокодиловой кожи стоят 6 тысяч евро. Есть еще и страуса, есть и змеи, есть даже из электрического ската. Вообще, русские голливудские звезды такие очень любят. Соединение двух понятий – русский и звезда. За четыре года на Каннском фестивале наши не просто в зрительном зале, а под прицелом фото и видеокамер. Сенсация. Впервые от России номинируются сразу два режиссера – Александр Сокуров и Андрей Звягинцев. Последний привез сюда свою вторую ленту – «Изгнание». Жесткий фестивальный регламент нарушают журналисты. Просят продлить конференцию. Слишком много вопросов к русским. На показ картины «Изгнание» – настоящее нашествие. Охрана отсекает очередь. Пускает даже не всех журналистов. В зале не хватает мест. Этот день кинокритики назвали днем Звягинцева. Вечером об этом услышал весь Канн. Я думаю, что этим фильмом они все доказали, что первый фильм была не случайностью. Ирэна Лесневская в команде поддержки. Ее сын Дмитрий, продюсер фильма, не верит, что после премьеры зря жгут порох. Нет, не поразить каннский бомон. Сюда приехали побеждать. Впрочем, когда в фестивале участвуют такие титаны от режиссуры, как Тарантино, Скорсезе, Вон Карвай, Кустурица, Ким Кедук – это называется обстоятельства. У нас падали на часа и 7 минут титров с покаянным каноном. И люди сидели не вставая. Я был удивлен. Сам Андрей Звягинцев о будущем своей картины не беспокоится. Его не волнует даже то, что в жюри Марко де Локьо, конкурент еще с венецианского фестиваля, проигравший Звягинцеву. Я познакомился с Дэвидом Линчем. Он сказал мне прекрасные слова. Он меня так поддержал. Он мне сказал прекрасную вещь. Он сказал никогда, никому не позволяйте их длинными пальцами влезать в ваш замысел. Шумные русские вечеринки на Лазурном берегу самые популярные у местной публики. Затягиваются до раннего утра. Как раз утром можно увидеть, кто еще из знаменитостей прибыл в Канны. Сегодня на рейд у Поледы фестиваль встала яхта арабского шейха. За 11 дней Каннского фестиваля казна городка на Лазурном берегу пополнится на 100 миллионов евро. Вся киноиндустрия мира сейчас работает на Канне, как швейцарские часы. В расчете на людей со швейцарскими часами на запястьях агентство по найму элитных машин Николя Биера специально для фестиваля купило пару новых Роллс-Ройсов. Можно сказать, это бриллиант вашей коллекции. Да, мне кажется, мы единственные, кто на юге Франции имеет именно такие машины, как Роллс-Ройс Фантом. Сегодня у нас еще есть возможность проехаться по Квозет. Вот, минуем красную дорожку. Послезавтра эта машина привезет сюда уже кинозвезду. Какой секрет? В день аренда автомобиля приносит Николя 10 тысяч евро. Для тех, кто не любит прятаться за шторками боковых стекол, последние модели Феррари. Яркие кабриолеты выбирают звезды молодые и те, кто любит покрасоваться на публике. У этой машины особая магия. Когда ты сидишь в такой машине, едешь по Квозет, все сразу думают, что ты какая-нибудь звезда. Сразу начинают фотографировать. Я не смог отказаться от соблазна примерить на себя роль звезды. На самом деле на этой машине меньше 30 километров. Ездить совсем не рекомендуется. Зрители не чувствуют, но отсюда идет очень такой противный запах. Двигатель перегревается и даже появляется дымок. Ламура искусства – это вершина Каннского айсберга. Деньги делаются рядом с красной дорожкой. Здесь продаются и покупаются сотни тысяч картин. Даже совсем еще неизвестные. Первая леди Украины, Катрин Ющенко, у себя на родине подтягивает кинематограф до европейского уровня. Жена президента даже подружилась с актером Депардье и подчеркнуто общается с нами на украинском. Каждый день на Каннский фестиваль приезжают новые звезды. Трижды в день по красной дорожке они входят в зал «Люмьер». Знаменитый ковер быстро теряет лоск. За 11 дней дорожку поменяют 40 раз. До тех пор, пока мир не увидит на нее победителя. Сергей Седов, Евгений Висков, Павел Хатько. Неделя РЕН-ТВ. Франция. Это был повтор недели от 19 мая. Ну а там, как изменится мир в ближайшей семье, как обычно, в следующую субботу в 19.00 в программе «Неделя». Смотрите РЕН-ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...